Здравствуйте! В эфире программа «Сахалин сегодня». Меня зовут Влад Французов. В ближайшие полчаса корреспонденты Солнце ТВ расскажут о самых заметных событиях региона. А пока коротко о главных темах выпуска. Четырехполосная переправа мост через Сусую достроят в октябре. Добро пожаловать! Новая стела появилась на въезде в Южно-Сахалинск. Преодолевая преграды, около 40 детей с ОВЗ поучаствовали в спортивно-познавательной Олимпиаде. Мост через реку Сусую на улице Сахалинска откроют для движения машин в октябре. Сейчас строители вышли на завершающий этап работ. Подготавливают подъездные пути, доделывают саму мостовую конструкцию. На месте работают около 30 строителей и 3 единицы техники. Как выполняются работы, проверили губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и мэр Южно-Сахалинска. Таким образом у нас появляется надежный мост, мостовое сооружение, четырехполоска и разрушает Сахалинскую улицу полностью. То есть не возникает здесь никакой пробки, никакого бутылочного горлышка, как говорят водители. Напомню, сейчас в Южно-Сахалинске также продолжается капитальный ремонт проспекта Победы. Дорожники заняты обустройством ливневого коллектора на участке от улицы Вокзальной до Железнодорожной. Работу обещают завершить до конца года. Заканчивается реконструкция стелы. Добро пожаловать в Южно-Сахалинск, встречающий гостей областного центра по дороге из аэропорта. Конструкцию на перекрестке проспекта Мира и улицы Куропатка начали реставрировать в августе. Тогда работу обещали закончить до 5 сентября и открыть объект ко дню города. Планам помешала непогода, говорят в муниципалитете. К этому дню на стеле заменили композитные панели с сахалинскими птицами и животными. Разместили восстановленные ордена и новые световые элементы. На следующей неделе подсветку подключат к сети, а также смонтируют отреставрированные гербы города и области. В том году мы приняли непосредственное участие в оформлении нового аэровокзального комплекса. И вы, постоянно выезжая с аэровокзала, устыкались в стелу в том виде, в котором она была. Вот и возникла такая идея, где городу приурочить подарок от нашей компании, подарить новую стелу. Добавлю, что обновить стелу городские власти собирались давно. Этот вопрос обсуждали на градостроительном совете в 2017 году, однако никаких последствий это не имело. В 2019 году на сайте мэрии даже проводился опрос. Посетителям предлагали выбрать эскиз въездного знака. Тогда реализовать задумку не удалось из-за отсутствия финансирования. В Южно-Сахалинске состоялась областная спортивно-опознавательная олимпиада для детей с ограниченными возможностями здоровья. Традиционные состязания собрали несколько десятков участников из разных районов области. Ребята показали свои силы не только в спорте, но и в интеллектуальных испытаниях. Мероприятие прошло на территории реабилитационного центра преодоления. Подробности расскажет Валерия Елисеева. Несмотря на непогоду, у ребят было хорошее настроение. Готовились они к олимпиаде тщательно и с большим энтузиазмом. Подготавливаюсь сложно. Виктор Валерьевич нас подготавливал хорошо. Треневал, девиз учили, все остальное. Я настроена очень на победу. Каждой команде предстояло пройти 9 испытаний. Участники посостязались в меткости бросков, проявили смекалку в сборе спортивного пазла, угадывали мелодии и пели песни из разных мультфильмов. С днём рождения поздравить и, наверное, ставить нам подарок 500 для снимок. А я играю на гармошке у прохожих на виду. К участию заявились около 40 детей. Для ребят это не только соревнования между собой, но и возможность завести новых друзей. Ведь команды приехали из разных уголков острова. Так как мы находимся далеко, 370 километров, всё-таки у нас получилось выехать. Мы готовились с начала лета самого, вот, подготавливались. Очень много было трудностей для выезда. Но, несмотря на это, мы всё-таки приехали. Благодарность хотим выразить Центру преодоления, потому что они нам очень сильно помогли. И мы приехали только вчера, то есть пришлось переночевать здесь. И покормили, и предоставили жильё. Все дети с особенностями и сталкиваются с разного рода трудностями. Главная цель таких мероприятий – помочь им адаптироваться и развить навыки общения. А дух соревнования очень помогает в этом. Приехали к нам на Олимпиаду шесть команд. Ребята из Шахтёрска, из Хомска, из нашей коррекционной школы «Надежда», наша южно-сахалинская команда и команда «Центр преодоления». В каждой команде у нас по шесть детишек. Возраст детей от 8 до 14 лет. По итогам Олимпиады первое место заняла команда «Весёлые ребята» из Хомска. Победителей и призёров наградили кубками и медалями, а также специальными сертификатами. Однако никто из участников не остался без внимания. Все дети получили сладкие подарки. Победителей конкурса «Экология. Дело каждого» наградили в Южно-Сахалинске. Премии «Росприроднадзора» вручают детям и молодёжи за идеи, инициативы и проекты, посвящённые сохранению окружающей среды. В этом году ценные подарки получили трое юных островитян. Один из победителей блогера рассказал об угольном конвейере. в Углегорском районе и предложил программу по борьбе со свалками. Третий приз специальный имени Фёдора Конюхова достался девочке, сделавшей снимок цветка, проросшего сквозь жестяную банку. В основном данные проекты направлены на популяризацию экологического просвещения, но в том числе те идеи, которые отражают участники, они, конечно, очень актуальны, и мы стараемся их учитывать, в том числе при нашей работе. В природоохранном ведомстве рассказали, что в этот раз конкурсных заявок было больше, чем обычно. Добавлю, что главный приз конкурса – путевка в экологический лагерь и санаторий на Черном море. Его обладателями юные сахалинские экологи стали в прошлом году. Далее моя коллега коротко расскажет о других новостях в Сахалинской области, заслуживающих внимания. Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась и сейчас составляет 7,9%. Об этом сообщили в региональном Центробанке. Снижение темпов роста цен произошло благодаря увеличению производства местных огурцов и привозного куриного мяса, а также сокращению спроса на смартфоны и бытовую технику. В целом, четвертый год подряд показатель годовой инфляции в островном регионе остается ниже общероссийского. На Сахалине готовят почву для будущего леса. Его будут высаживать в следующем году на территориях, где раньше вырубили деревья, а также на гарях и пустырях. Всего запланировано обработать 608 гектаров. В рамках госзадания в Ногликском лесничестве подготовка почвы под лесные культуры выполнена в полном объеме на площади 200 гектаров. В Смирныховском лесничестве подготовлено 66 гектаров почвы, в Паранайском, Макаровском, Холмском лесничествах работы еще только набирают обороты. Семейная выставка «Сборник впечатлений» открылась в арт-пространстве «Рост» в Южно-Сахалинске. На улице Ленина представлены работы местных художников Владимира Березовского и Виктории Емельяновой. Это картины с колоритными пейзажами, сюжетами из островной жизни портреты сахалинцев. Посетить выставку можно будет до 27 октября. В Хабаровске продолжается первый тур женского чемпионата России по волейболу среди высшей лиги А. Поискосахалин провел матч с «Динамо-Анапой». Команда Олега Лепугина выиграла со счетом 3-1, уступив соперницам в первом сете. Что касается соседей, амурские тигрицы обыграли Уфимочку со счетом 3-0. Вы смотрите программу «Сахалин сегодня» и мы продолжаем. Островитян приглашают принять участие в конкурсе «Гостеприимный Южно-Сахалинск». Он объединит профессионалов в сфере туризма. В этом году мероприятие пройдет по пяти номинациям. Принимать заявки уже начали. Первый день конкурса откроется с номинацией «Лучший экскурсовод». Участники продемонстрируют свои визитные карточки, пройдут испытания по краеведению, а также разработают авторские маршруты. В том году достаточно большим спросом у горожан пользовались эти экскурсии. Мы приглашали именно жителей, чтобы они дополнительно оценивали, свою оценку давали этим экскурсиям. Не только конкурсная комиссия. Также с комиссией совершим выезды в гостиницы, которые заявятся к участию. И совершим выезды в сувенирные магазины предприятия, которые реализуют те или иные туристические сувениры. Испытания пройдут с 19 октября по 2 ноября. К участию приглашаются представители гостиничного бизнеса, авторы и производители туристических сувениров, экскурсоводы, а также все желающие. Ознакомиться с положением конкурса и узнать подробности о регистрации можно на сайте Сахалин Турц. Русскую свадьбу и национальные угощения для гостей смогли увидеть и попробовать посетители второго этапа семейного фестиваля «Вкусы и традиций». Он состоялся в стенах областного центра народного творчества в Южно-Сахалинске. С помощью этого мероприятия жители города могут познакомиться с культурой четырех народностей, проживающих на территории островного региона. 20 сентября участники фестиваля познакомились со свадебными обрядами, которые были традиционны на Руси. Песни, пляски и частушки сменились мастер-классом от шеф-повара. Сегодня будет представлено очень интересное блюдо, традиционное в русской кухне, царская щука, которая приготовлена не только из щуки, но и из перепелов. Это будет очень вкусно, очень традиционно и очень по-нашему. Следующий этап семейного фестиваля «Вкусы и традиции» пройдет 15 октября. Посетители смогут познакомиться с традициями татар. А итоги мероприятия подведут ближе к Дню народного единства. Его отмечают в России 4 ноября. Лучших пловцов в эти дни определяют в Южно-Сахалинске. Здесь проходит второй международный турнир «Сахмастерс». Он собрал более 150 участников из 25 регионов России. Побороться за победу приехал заслуженный мастер спорта Николай Скворцов. Примет участие в заплывах также вице-президент Федерации плавания страны Александр Данилов. За первым днем состязания следила наша съемочная группа. Первый старт 50 метров батерфляем. Это одна из самых скоростных, но сложно координационных дисциплин в плавании. До финиша нужно добраться, не погружаясь полностью в воду и гребя обеими руками одновременно. Из первой пятерки среди женщин самой быстрой оказалась Елена Веденеева. Разница во времени. 8 часов. У нас еще 4 ночи. Тяжело очень. Соревнования мастерс проходят на Сахалине уже второй год подряд. Заплывы составлены по программе чемпионата России и проходят практически по всем видам дисциплин. Турнир собрал как любителей, так и профессионалов. В этом году побороться за победу и улучшить свои рекорды прибыл трехкратный чемпион мира и финалист Олимпиады в Греции и Китае Николай Скворцов. Он высоко оценил подготовку к соревнованиям и бассейн. По словам спортсмена, здесь правильная вода. Скорости здесь очень приличные. Потому что, я открою секрет, от состава воды есть все-таки там такие показатели, как жесткость, пиэйч, плотность. Зависит результат. Всего же состязания собрали более 150 участников от 25 до 90 лет. Александра Степанюк приехала из Хабаровска. Ей 81 год, она ребенок войны. Женщина мастер спорта по велоспорту, а плаванием занимается любительский, для души и тела. В прошлом году на этих состязаниях она завоевала две золотые медали. Настрой хороший, я только эстафеты немножко боюсь, потому что боюсь подвести команду. Все-таки у меня возраст. По словам организаторов, проводить данные старты на Сахалине – прекрасная идея. Это альтернатива для спортсменов, которых из-за политической обстановки отменили на международных стартах. В прошлом году проходил чемпионат мира по плаванию в Японии. Вместо демо некоторые спортсмены приехали в островной регион и остались довольны. Здесь участники могут повысить свои разряды, а в будущем для наибольшей конкуренции на Сахмастерс планируют приглашать пловцов и из других стран. Чтобы, скажем, за 2-3 года поднять уровень соревнований до мирового уровня, до международного, а потом уже приглашать делегации, не вот точечно одного-двух спортсменов откуда-то, а прямо чтобы приехала сборная команда Белоруссии, может быть, мы сборная команда Казахстана, сборная команда Китая. Состязания продлятся три дня. Кроме кубков, медалей и новых разрядов победители получат денежные призы. Сахалинские «Акулы» сыграли первый домашний матч в новом сезоне. На «Арене Сити» команда принимала соперников из «Золотого дивизиона». На родном льду хоккеисты уступили гостям из Москвы. Столичная «Динамо» оказалась сильнее. Итог встречи 4-7. «Акулы» неудачно вошли в игру. Уже на 18-й секунде команда оказалась в меньшинстве. Белые-голубые быстро разыграли лишнего и открыли счет. Несмотря на серию заброшенных шайб, первый период завершился с минимальной разницей на табло. Не решила исход встречи и вторая 20-ти минут, как команда забили по две шайбы. Ключевым стал третий игровой отрезок. Он остался за «Москвичами». Динамовцы дважды зажигали свет за воротами Егора Бая. Два очка отправились в столицу. Первая игра дома. Ребята в напряжении хотели показать свои лучшие качества и доставить радость болельщикам. Первый период провалили. Сразу удаление и быстро гол пропустили. В перерыве поговорили. Во втором периоде мы получили голы в меньшинстве. Но все равно наши силы реализовали два большинства. Команда «Динамо» идет в лидерах «Золотого дивизиона». Были у нас моменты, но мастерства не хватило, а они забили. При счете 4-5 можно было забивать, выравнивать, но мы не забили, к сожалению. Сами допустили грубейшие ошибки в обороне. Сейчас «Сахалинские акулы» на пятом месте в серебряном дивизионе Западной конференции. После пяти матчей у них четыре очка. Следующая игра пройдет 21 сентября. Соперником станет еще один представитель «Золотого дивизиона» – «Московский Спартак». Это были все новости на сегодня. Напомню, их можно посмотреть еще раз на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на «Солнце ТВ» в социальных сетях. И не забудьте завтра снова включить телевизор. С вами был Влад Французов. До встречи. Спонсор прогноза погоды – компания «Империя». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Двери от «Империи». 25 лет с вами. Двери от «Империи». Покупай в рассрочку. Выгодно и точка. Установка с гарантией. Бесплатная доставка по Сахалину. Подробности по единому номеру 505-500 и на сайте 3w505500.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова